Здравствуйте, меня зовут Сергей Петрович Костюк. Денис Ленский – это мой авторский литературный псевдоним. Чтобы вкратце объяснить, что толкнуло меня на литературное поприще и зачем я взялся за издание своей первой книги, я попытаюсь ответить на вопросы, которые мне зададут главные герои моего произведения. Это вымышленные персонажи, программист, студент, психолог и журналист. А скажи-ка мне по-честному, зачем ты, айтишник, специалист по информационным технологиям, взялся за это дело, спросил меня программист. Ведь ты же не писатель, ты такой же программист, как и я, вот и писал бы свои программы. Кому сейчас нужны эти твои субъективные рассуждения? Мало ли сегодня писателей. А сколько уже написано-перенаписано книг, которые люди попросту не успевают читать? Наверное, он писал для меня, предположил студент. Он хотел помочь мне увидеть мир с другого ракурса, подсказать, каким образом анализировать жизненные обстоятельства, которые складываются вокруг меня якобы сами собой. Чтобы я в конце концов научился мыслить самостоятельно, научился принимать верные решения и как можно реже ошибался, путая причину со следствием. А может, реальность такова, что ты попросту хотел обратить на себя внимание? Может быть, ты рассчитывал, что люди, прочитав твою книгу, скажут, «Ах, какой же он молодец!» – допытался психолог. «И шо вы прицепились к человеку? Пусть сам за все расскажет!» – предложил журналист. А вот они угадали, улыбнувшись, ответил я. Видимо, новая, уже наступившая информационная эпоха сама заставила меня по-новому взглянуть на привычные вещи. Моя книга действительно не совсем обычная. Она написана в новом жанре, который назвал «Концептальной фантазией». Почему именно так? Да просто потому, что в основе моей фантазии лежат факты, связанные с созданием концепции общественной безопасности. Попросту говоря, КОБе. А зачем все это нужно? Дело в том, что благодаря непрерывному развитию компьютерных технологий и интернет, круг сторонников концепции из года в год расширяется. Но, к сожалению, не все, что сегодня пишут и говорят о КОБе, соответствует действительности. Очень неприятно наблюдать, как жизненно важная концептуальная информация замалчивается, искажается, обрастает всевозможными домыслами, слухами и разного рода небылицами. Некоторые субъективные рассуждения о КОБе, которые довольно часто попадаются в сети, напоминают чью-то фантазию или даже сказку. Вот я и подумал, а почему бы не сочинить свою собственную сказку, концептуальную сказку? Те, кто знаком с КОБой, смогут сразу же определить границу между правдой и авторским вымыслом. А те, кто захочет поглубже разобраться со сложными процессами, которые происходят в современном обществе, всегда смогут без особого труда сделать это самостоятельно. Информации сейчас предостаточно, было бы желание. Так появилась моя первая книга, концептуальная сказка о государственной интеллектуальной корпорации, о газете из будущего, о том, как в обычной ленинградской квартире родилась замечательная идея найти и исправить ошибку в коде программы развития общества полноценных человеков. Сказка, которая, несмотря ни на какие преграды, медленно, но уверенно становится явью. На этой оптимистической ноте можно было бы и закончить, если бы не одно «но». Издание даже небольшой книги требует определенных финансовых расходов. Поэтому на платформе «Планета.ру» я создавал проект по сбору средств, необходимых для выхода в свет своей первой книги. Собранные деньги пойдут на оплату труда редакторов, на подготовку книжного макета, на первый небольшой тираж. Надеюсь, что с вашей помощью необходимая сумма будет набрана и книга «Ошибка в коде» попадет в руки заинтересованного читателя. Заранее благодарю каждого, кто поддержит этот проект и станет автором идеи. Ведь только сдавшись общей целью и объединив наши усилия, мы сможем изменить этот мир к лучшему. Спасибо.